Ее пытались исключить из Академии хореографии, но она все равно стала прима-балериной. Уроженка Москвы Людмила Коновалова последние пять лет работает в Венском государственном балете. На Нуреевском фестивале артистка станцевала баядерку, выступила в гала-концерте и дала интервью Маргарите Петровой для ее рубрики «Культурный Татарстан». Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Из всех участниц этого года вы, пожалуй, ближе всего к Рудольфу Нурееву. Одна из его партнерши – ваш педагог, другая помогала с ангажементами в Риме. Скажите, пожалуйста, какими воспоминаниями они с вами делились? Мой педагог Бригитта Штадлер в Венской опере, да, она с ним танцевала, много рассказывала всяких разных историй, веселых и не очень веселых. Его хореографию танцевать достаточно тяжело. Он поставил так, чтобы люди боролись и росли. Один раз я, помню, билась на репетиции, билась и уже не получается. И потом мне педагог сказал, что невозможно сделать идеально. Рудольф изначально так поставил, что идеально сделать нельзя. А еще один знакомый Рудольфа Нуреева привел вас в Вену. Мануэль Легри, он бывшая звезда Парижской оперы. Изначально, когда приехала на Запад, было очень сложно. Вообще стоишь и ничего не понимаешь. Такое ощущение, что вот, как китайский язык. Абсолютно даже невозможно запомнить, если хореограф показывает движения, не понимаешь, как их повторить. Казалось, что никогда не придет, естественно. Но постепенно пришло. Это необходимо для балерины. Она что-то дает, это раскрепощает, и в классике становишься еще свободнее. Наша рубрика называется «Культурный Татарстан». Людмила, пожалуйста, вспомните вашу одну из самых первых встреч с произведением искусства. Как-то я в балет пришла только потому, что услышала музыку Чайковского. Щелкунчик. Что-то внутри зашевелилось и захотелось под эту музыку танцевать. И вот до сих пор, когда слышишь музыку, иногда бывает очень тяжело, или ты уставший. Несмотря на какие трудности, сложности, хочется выйти на сцену и двигаться под эту музыку. Что ж, пусть это желание не покидает вас еще как можно дольше. Спасибо вам большое за это интервью. Спасибо.